Говоря о нашей земной жизни, Андрей, вот ваша история, мы сейчас говорили про помощь, говоря про то, как сам, бывает, нуждаешься. Вот был тот период, когда вот казалось уже вот прям вниз, уже все, прям все рушится? Да, вы знаете, такая была удивительная история. В какой-то момент жизни стало прям, ну, совсем как-то нехорошо, упадок духа, сил. Что называется, черная полоса. И образно вредя по улице, в себе эти переворачивая мысли, я зашел в храм, был как раз, я посмотрел по времени вечернюю службу, думаю, постою и дальше путь свой продолжу. Заканчивается служба, заканчивается сеночная, и ко мне прям по прямой вот так вот устремляется батюшка, которого я вообще никогда не видел. Вот. И, ну, что говорит у тебя? Ну, мы в двух словах с ним поговорили, это даже нельзя было назвать какой-то исповедью, просто какой-то разговор, потому что ты с ним поделился. И он мне достает, знаете, так символично было, достает из одного кармана четки, а из второго деньги, о которых, ну, никакого разговора не было, в нашем с ним разговоре, упоминаний не было. И как бы по виду, по-моему, ну, не скажешь, что мне нужны деньги. И я не просил, я говорю, батюшка, да вы что, как бы, ну, я не нуждаюсь. Он, а я вот вижу, что тебе надо. И вы знаете, вот, на самом деле, это такая была прям адресная и точечная помощь в тот момент. Я человек с детства выцерковленный, но к моему стыду всегда как-то вот к милостыне, ну, прохладно относился. Знаете, вот эта бесконечная череда на паперте каких-то бабушек, там, различных людей, как-то вот, ну, можно сказать, через раз. Но вот тот случай меня настолько поразил. Я уже был в зрелом возрасте, просто такой был тяжелый период жизни. Настолько меня этот случай как-то потряс, что я не упускаю возможностей ни малейшей сейчас кому-то помочь. Также и детей своих учу, то есть своим примером. Всегда говорю, что надо помогать. Неважно чем, а неважно какие у тебя возможности. Помоги любому, хоть чем. Сейчас Михаил, всем, каждому надо давать. Как быть? Вопрос серьезный. Будет ругать, наверное, этот человек. У нас в храме есть один человек, который, я расскажу все-таки, который побывал там. Ну, был какой-то случай такой медицинский человек. Там это клиническая смерть была? Это, нет, ну, клиническая смерть. И когда он вернулся сюда, он переменял свою жизнь очень сильно. И теперь практически к каждому в храме подходит и смотря на него, дает ему какую-то небольшую лепту. Это происходит почти каждый день. Это удивительное дело. И когда я его спрашивал, зачем он это делает, он сказал, что там ему сказали, делай добро. И то, что он может сделать, он делает, и делает это каждый день. Я просто поражаюсь на него. Я знаю, простите меня, не буду называть ваше имя. Не ругайтесь на меня, что я расправил эту тайну. Но мне кажется, что это хороший пример очень для многих и многих людей. Чем ты можешь помочь человеку? Пускай это будет совсем немного. Пускай это будет лепта какая-то. Помоги, пожалуйста. И делай это регулярно. По возможности, каждый день. Потому что день, прожитый без добра, он потерян просто. Продолжение следует...